Я бы попросил наших друзей в Брюсселе, моих личных друзей хороших, в Еврокомиссии воздержаться от резких выражений, что нам для того, чтобы им понравиться, нужно удавить целую отраслью нашей экономики. В некоторых европейских странах безработица сейчас составляет 25%, а средней молодёжи до 40% доходят. Безработица в Российской Федерации – 5,5%. Одна из самых низких за нашу новейшую историю. Мы не хотим никакого всплеска изработицы и закрытия целых отраслей российской экономики. И я бы полагал, что нужно дополитизировать эту тему, а согласиться с предложением президента Януковича и в трехстороннем формате, как следует, и обстоятельно на эти все темы поговорить. Можно было бы, на мой взгляд, инициировать даже и прямые контакты между бизнесом России, Украины, Евросоюза, прямые контакты между бизнес-объединениями, чтобы те, кто реально делают экономику, встретились друг с другом, поговорили, рассказали о своих озабоченностях, сформулировали свои подходы и предложения. А мы, в свою очередь, приняли бы соответствующие административные решения. Но в любом случае, выбор, с кем подписывать соглашение в зоне свободной торговли, оставаться ли в зоне свободной торговли с Россией – это суверенный выбор самой Украины. И мы, без всяких сомнений, будем уважать этот выбор, каким бы он ни был. Я напомню, что в последние дни звучат масса самых разных заявлений и комментариев, подчас очень противоречивых и взаимоисключающих на эту тему. И в связи с этим, безусловно, интересен еще один вопрос и ответ на него. У нас контракт не у нас, а у «Газпрома» и у «Нака» Украины, по-моему, до 2019 года подписан. И мы не обсуждали даже возможности пересмотра самого контракта. «Газпром» уже подписывал несколько дополнений к этому контракту. Одно из них касается размещения российского флота в Крыму и оплаты через снижение цен на газ. Снижение было на 100 долларов, по-моему, с 1000 кубов. И на сегодняшний день, начиная со времени подписания контракта, Россия недополучила, а эти деньги остались на Украине, в объеме свыше 10 миллиардов долларов. Кроме этого, «Нафтогаз Украина» обратился к своим российским партнерам с просьбой, несколько раз уже обращался, с просьбой провести предоплату за транзит нашего газа через свою территорию европейским потребителям, с тем, чтобы с помощью этой предоплаты оплатить газ, поставляемый для самой Украины. И «Газпром» идёт на это, сделал это несколько раз уже, и на сегодняшний день этот объём предоплаты составляет свыше 4 миллиардов долларов. 2 с лишним миллиарда, по-моему, 2 миллиарда 360 миллионов – это пока задолженность украинской стороны. Наши банки, 4 банка – это «Газпромбанк», «Сбербанк», «ВЭП» и «ВТБ» – предоставляют кредиты украинским партнерам. Делается это на регулярной основе. На сегодняшний день задолженность украинских получателей кредитов перед российскими финансовыми учреждениями составляет примерно 20 миллиардов долларов, чуть больше 20 миллиардов долларов и где-то 280 миллиардов рублей. Ну, где-то примерно ещё 8 миллиардов долларов. Вот 28 миллиардов долларов плюс ещё 8 миллиардов и плюс ещё 2, которые проплачены за транзит. Где-то это всё кредиты, либо квазикредиты. Общий объём свыше 30 миллиардов долларов. Мы работали с Украиной и будем работать дальше, вне зависимости от того, как Украина определится с подписанием документа, связанного со свободной зоной с Евросоюзом. Почему? Потому что у нас очень, я вот рассказывал господину премьер-министру, у нас очень глубокий уровень кооперации с украинскими предприятиями. И остановка украинских предприятий может негативным образом повлиять на наши. В этом смысле мы даже являемся заложниками этой ситуации. Но, конечно, не выбудок себе, но работать будем дальше и по энергоносителям, и в финансовой сфере. Этот белый микроавтобус с самого начала показался странным. В самой гуще митинга ни флагов, ни символики, двери наглухо закрыты. После возгласа «Нас прослушивают» началось. Действовать решили через люк. Роль штурмовика взяла на себя скандальная журналистка Татьяна Черновол, известная попытками проникнуть в резиденцию президента Януковича. Пару минут, и она уже выпрыгивает в окошко. В машине несколько мужчин и масса аппаратуры. Служба безопасности догадались по штампам на бумагах. Удостоверений у людей не было. Обращались с ними по-майдановски. Милицию, которая приехала разнять, дерущихся встретили металлическими ограждениями. И снова слезоточивым газом. Его даже не разбрызгивали. Им просто поливали беркут. После разговора на повышенных тонах машину отпустили. На утро СБУ признало, это их сотрудники. А на площади они проверяли информацию о якобы заложенном взрывном устройстве. Поступил сигнал. По факту избиения возбуждены два уголовных дела. За этими страстями почти все забыли новость, прозвучавшую на том самом митинге, что отбывающее наказание Юлия Тимошенко объявила голодовку. До того момента, пока Виктор Янукович не подпишет соглашение с ЕС. Ее вопрос был для Евросоюза принципиальным. Теперь, похоже, нет. Они заманивают Киев к себе в ассоциацию, надеются, что все решится в последний момент. А Юлии Владимировне уже ни слова. Мы готовы и дверь открыта. Дедлайн для этого, в общем-то, утро пятницы. Когда это говорит Еврокомиссар по вопросам расширения, значит, это практически согласованная позиция ЕС. Сейчас международное давление на Виктора Януковича с каждым днем только усиливается. Сначала польский евродипломат говорит о почти миллиарде обещанных Украине евро в год. Потом в Киев летит со срочным визитом глава литовского сейма. Уже объявлено, Виктор Янукович будет на саммите в Вильнюсе. А вот зачем, если работа по соглашению отложена, сегодня пояснил премьер Николай Азаров. С одной стороны, есть позиция России, а с другой стороны, есть позиция Европейской комиссии. Наверное, эти проблемы легче всего решать на трехстороннем уровне. Вот у меня лежит перечень наших крупнейших предприятий, которые на грани остановки. А это же не шуточные предприятия. Это все предприятия, на которых работают тысячи и тысячи наших людей. Так если они остановятся, кому от этого будет лучше? Последние попытки оппозиции экстренно собрать Верховную Раду и поставить вопрос о недоверии правительству, похоже, провалились. Была просьба оппозиции, вы знаете, заслушать правительство в Верховной Раде. Вы видели, слышали, правительство пришло. Так вы послушайте, а вы мешаете, кидаетесь. И они не дали возможности выслушать доводы правительства. Что заседать? Голосов для отставки правительства на сегодня нет. Да и вообще, евродавление депутатам надоело. Вот эта форма давления на то, что подпишите в ущерб буквально завтрашнему дню, да, это давление. Поэтому мы категорически неприемлемы. Мы говорим, нет, мы будем действовать по закону. Внутреннее же давление только митингами не ограничилось. В самых западных регионах заговорили о сепаратизме. Власти городка Рава Русская попросили в одностороннем порядке принять их в ЕС. Туда тут же съехали журналисты со всего Евросоюза. Вести тоже отправились посмотреть. С таким заказом в единственное здесь ателье еще никогда не обращались. За ночь сшить огромный флаг Украины и Европы. После старта Майданов купить их в магазинах невозможно. Операцию по срочному пошиву городской голова контролирует лично. Вообще шовчик-то крепкий вот этот? Так, думаю так. Причина спешки вот это письмо в Брюссель. Сначала вече, а потом и в неочередную сессию местной рады, голова самостоятельно обратилась в Европу с просьбой подписать соглашение об ассоциации с отдельно взятым украинским городом. Наш город расположен в двух километрах от Евросоюза. Он ментально, духовно и культурно является Европой. Поэтому и просим заключить соглашение с территориальной общиной города Рава Русская. Юридическую силу заявление вряд ли имеет. Но его уже расценили как попытку сепаратизма. Слава на восьмитысячную Раву Русскую. Слово русское в названии, потому что когда-то здесь жерусины. Обрушилось так внезапно, что интервью теперь приходится давать на бегу. То немецкий телеканал позвонит, то польская газета. В самом европейском, украинском городке до сих пор нет газа, а дороги разбиты. Зато часы на городской ратуше показывают сразу два времени. Киевская и европейская. Сверяют часы постоянно машин с польскими номерами. Так удобнее ездить к соседям за продуктами. Городок, где из работающих предприятий лишь шпалопропиточный завод и спиртовой. А в бюджете всего 5000 гривен. Зарплату коммунальщикам платить нечем. Здесь давно называют столицей украинской контрабанды. Любая таможня это уже контрабанда. Поддержать роворусского мэра срочно приезжают коллеги с запада. До города Побратима. Любыча, Крулевска. Километров 15. Под гимн Евросоюза на общежитии местного ПТУ. Это центральная площадь. Распускают наспех сшитое полотнище. Но и после финального аккорда. Воды к радости. Растянуть стяг до конца у коммунальщиков так и не вышло. В отличие от западных регионов на востоке и юге Украины. В евроинтеграции видят только угрозу. Там где находится все производство и все сельское хозяйство. И формируется фактически весь ВВП страны. Боятся потерять независимость. А значит возможно работу и зарплату. И евроустремления их просто пугают. Свою крайнюю обеспокоенность будущим Украины предприниматель. Высказали президенту неделю назад. И возможно именно после этого курс поменялся. Доводы у бизнесменов простые. Украинская экономика просто не выживет, если ее бросить в Европейский океан. Вот открывается рынок. Что происходит? Большая угроза для машиностроения безусловно. Если к тому времени мы не найдем общий язык. А я надеюсь, что мы все-таки найдем общие согласованные решения с Российской Федерацией. Курс открывается рынок для потребительской продукции, который нами и так уже в многом потерян. А за этим остановка предприятий. На Востоке это почувствуют на себе в первую очередь. И поэтому люди выходят на улицы. В Симферополе, Днепропетровске, Луганске. Сказать, что в Европу они не хотят. Так или иначе, все ждут решения от президента. Продолжение следует...